Приветствую YouTube, приветствую зрителей моего канала, приветствую ножевое сообщество. Сегодня у меня на обзоре весьма интересный нож. Новый нож. Обзоров на русском языке на YouTube я не нашел. Таковых нет пока. Есть пара обзоров на английском языке. Новая модель. Новый нож. Новый нож. Появился на рынке буквально вот считанные недели. Вы знаете, друзья, интересно, что я делаю вторую попытку заснять это видео об этом ноже. Три дня назад я сделал анбоксинг. Сделал короткий небольшой обзор. Но, к сожалению, появились технические проблемы. Неожиданно отказала мне карточка памяти моя. Проработала всего 4 месяца. Сандиск. Достаточно надежная карточка. Ну, по всей видимости, высокий 10 класса карточка и объем большой. Говорят, все-таки они менее надежны. Лучше брать классом пониже и объемом поменьше. Они как более надежно работают. Учту на будущее. Посмотрим. Отошлю ее в ближайшие дни. Попытаюсь ее поменять. Карточки недешевые. Ну, это к слову. Так вот, о ноже. Это нож итальянской компании Line Steel M4. Составили M390 на клинке. И с накладочками из черной G10. Вы можете видеть это на картинке. Ну, потом более внимательно его рассмотрим со всех сторон. Сегодня хотелось бы поговорить об этом ноже. И я скажу сразу, может быть, забегая несколько вперед, что я был, честно говоря, поражен и восхищен тем качеством. Абсолютно прецизионным, совершенно бескосячным. С которым этот нож исполнен. Скажу сразу, что дизайнер этого ножа Maletta. И нож изготовлен совершенно потрясно. С очень высоким качеством изготовления. Совершенно бескосячным. Придраться абсолютно ни к чему. Просто идеальный вариант. По изготовлению. Ну, вот в отношении того, что карточка моя сломалась, как бы, нет хода без добра, как говорится. Поскольку за эти три дня я с этим ножом и к деревяшке приложился. Так не очень сильно, но посмотрел, как он режет. И курочку разделал. Совершенно агрессивный рез у ножа. Очень комфортный. В сочетании с бескосячным исполнением. Я считаю, что нож я приобрел очень удачный. Ну, перед тем, как его замерить. Так сказать, поговорить о тактико-технических характеристиках. Буквально пару слов. Буквально пару слов о компании Landsteel. Она основана была в 1969 году в городе Маньяго в Италии. Основатели этой компании супруги. Как это иногда бывает. У ножевщиков известных это Джина и Цезария Паулетто. Небольшой семейный бизнес был. Но с годами приобрели опыт соответствующий. И компания эта на сегодняшний день весьма известна. Как среди коллекционеров, так и среди практических пользователей ножей. В настоящее время компанией руководят сыновья основателей. Это Джани, Даниэла и Массима. Интересно, что название марки Landsteel получила компания. Дед здесь приложил руку. Дед основателя Джина. В частности, ему принадлежала скульптура стального льва. Ну вот и решили назвать компанию Landsteel. Что неплохо, я считаю. В настоящее время к созданию ножей компания привлекает весьма выдающихся дизайнеров. Малетто, Картага, других дизайнеров. И качество ножей, судя по тому, что я мог судить по этому ножу, ну и по отзывам блогеров, очень качество ножей, которые выходят от этой компании, выпускают от этой компании, оно очень высокое. Используются лучшие материалы и используются новейшие технологии. В частности, у них порядка пяти станков с числовым программным управлением. На выходе получается очень прецизионное изделие. Это коротко о компании. Давайте начнем с ножен. Вот с таких вот ножнах нож поставлялся. Да, извините, нож поставлялся в коробочке. Вот такой вот коробочке. Кордонный, плотный картон. Landsteel. Здесь вот близко от камеры. Мне сложно сейчас, камеру не хочу поднимать пока. Ну вот здесь вот М4, G10. Да, все фокус взято. И ценника нет. Вот так. Хорошая коробочка. Неплохая. Так вот ножны. Начнем с них. Посмотрите внимательно, как здесь вот написано у нас. Made Hand in Italy. Очень аккуратно исполнены. Компактные, небольшие, соответствуют ножу абсолютно. Очень удобно все подходит. Причем интересно, насколько продуманы детали. Вот здесь вот, как видите, кнопочка клипса. Так вот, с внутренней стороны показать мне будет сложно это. Может быть, я думаю, что не будет видно. Вот видите? Внутри загляните. Вот здесь вот наклеена такая защита, чтобы не царапался клинок. Все продумано. Здесь вот пробит логотип компании. Мандиага Italy Lion Steel. Очень аккуратная прошивка. Очень хорошо все сделано. Прекрасная кожа. Запах от него стоит. Очень кожаный. Все пропахло кожей. Вот. Теперь сам нож. Давайте посмотрим на него повнимательнее. А потом тактико-технические характеристики. Промерим, посмотрим. Вот здесь вот Lion Steel M390. Другая сторона. Это имя дизайнера. Причем, что интересно, это не краска. Это лазерная гравировочка. Причем, очень и очень качественная. Давайте промерим. ТТХ посмотрим. Основные. Двадцать с половиной сантиметров. Общая длина ножа. Значит, я замерять длину клинка не буду. Это 95 миллиметров. Толщина клинка в обухе. Четыре миллиметра. На рукояках черная G10. Давайте сравним. Например, вот с этим ножом. В размерах. Чтобы иметь представление. Этот нож более крупный. Это Benchmade Run 10500. Чуть-чуть он крупнее. Он в размерах приблизительно как нож. От этой же компании Lion Steel M5. У него клинок чуть-чуть побольше. Но он выпускается со стали Slipner. Той же самой фирмы. Беллер Удальхуэм. Сталь, по мнению многих блогеров, по опыту, гораздо более ржавучая. Чем даже описание ее существует по разным справочникам. Мгновенно покрывается пятнами темными. Ну, как бы мне не очень этого хотелось. Я решил остановиться на ножа М4. С этой стали неожиданностей не бывает. И вот сравнение с ножом. Опять же, Benchmade Contego. Это вот сравнение с нераскрытым ножом. А это с раскрытым ножом. Смотрите, нож крупный. Benchmade Contego 810. Ну, несколько позже поговорим о размерах. Так. Давайте повнимательней приглядимся к этому ножу. И начнем мы с главного. С клинка. С клинка. Значит, 31 миллиметр ширина этого клинка. Классический дромпойт. Спуски прямые. Почти. От начала обуха почти. Рекаса небольшая вот остается здесь. Прекрасное сатинирование. Вертикальное. Сатинчик. Превосходное совершенно. Вертикальное. Причем, как на рекаса, так и на обухах. На боковых поверхностях клинка. Обушок немножечко скруглен. Чуть-чуть. Едва ощущается. Очень хорошая обработка металла. Край совершенно не кусачий, не колючий. Очень хорошо все обработано. Нигде ничего не царапает. Заточка превосходная. Я им порезал деревяшку, постругал и курочку разделал. И потом покажу вам, что он абсолютно без ущерба для режущей кромки. Абсолютно. Прекрасная термичка. Прекрасная заточка. В меру широкие подводы. Абсолютно симметричные. Идеальные просто. Лучше быть не может. Идеально сформирован кончик. Кончик нехилый. Вообще, он очень прочный на вид. Производит впечатление ножа очень прочного. Вот это вот скругление, легкое, на обухе. Оно имеет место быть практически по всей окружности, вокруг рукояточки. Причем площадь рукоятки чуть-чуть уступает. Несколько меньше в размерах, чем хвостовик ножа. Если вы можете видеть хорошо это. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень удобно. При удержании в руке. Рукоятка очень эргономичной формы. Очень интересная текстура. Никакой полировки. Как на некоторых моделях бывает. Особенно часто спайдер к этим грешит. Очень красиво, безусловно. Напоминает змеяную кожу, но очень непрактично. Скользит рукоять. Здесь никаких намеков. Даже в мокрой руке абсолютно никакого скольжения не будет. Очень такая приятная насечечка вот такая вот сделана. Ну и хорошая, я думаю, заметна. Но она очень комфортна для руки. Никакого наминания, никакого натирания, никакого проскальзывания. Просто идеально сидит в руке нож. Очень эргономичная форма рукоять. Вот этот небольшой выступ вполне можно использовать в качестве стеклобоя. Имеется отверстие под темляк. Немаленькое. Вполне достаточно по диаметру. Рукоятка крепится четырьмя болтами. Торксы. Ну, я думаю, что здесь еще и на клей все посажено. Уверен в этом абсолютно. Все абсолютно симметрично. Просто идеальная обработка. Ну, еще раз говорю, лучше я... Мне трудно себе представить что-либо. Чтобы было настолько же качественно сделано. Вот здесь вот имеется такой небольшой выступ. Попробую показать поближе. Посмотрите внимательно. Вот здесь вот. Очень небольшой выступ имеется. Но это удобно. Если нужно, например, вот большой пальчик расположить. Как бы вот на этом месте. Вот так. То это неплохо. Очень комфортно. Если расположите прямо на этот выступ. Да еще вот так вот надавите. Никакого дискомфорта не появляется. То есть, он настолько аккуратно сделан. Совершенно, так сказать, он есть, его чувствуешь. Но он совершенно не абсолютно, как бы дискомфорта никакого не вызывает. Еще один важный момент. Насколько грамотно изготовлено лезвие. Обратите внимание вот на эту дульку. Видно, да? Хорошо выраженная. Это заметно облегчает процесс заточки. Интересно, что при такой небольшой относительно длине клинка, как 95 мм, эффективно режущая кромочка у него достаточно длинная. Видно, да? Никаких ограничителей, никаких шпиньков. Об этом тоже несколько позже поговорим. О длине клинка. Да. Так вот, о стали М3-390. Эта сталь... Компания Лайнстил использует сталь М390 от компании Беллер Удольхоэм. Многие ножевые блогеры считают ее лучшей сталью. Я имею в виду М390. Я имею в виду лучших аналогов ее, выпускаемых другими компаниями, в частности, американскими. Это мартенситная хромистая сталь, порошковая сталь. Считается, как еще раз я повторю, одной из лучших ножевых сталей в мире. Очень хорошая сочетаемость износостойкости, коррозийной устойчивости, высокой прочности и ударной вязкости. Изготавливается сталь методом порошкового переплава третьего поколения, так называемый микроклин, для получения очень гомогенной и мелкодисперсной структуры. Сталь содержит много хрома и много ванадия. Хрома порядка 20%, ванадия порядка 4%. Углерод 1,9%. Также сталь содержит молибден, вольфрам, марганец и кремний. Очень высокая коррозийная устойчивость, очень высокая прочность, очень высокая износостойкость. По моему опыту, у меня ножей немало со стальем 390. Это не рекламные характеристики, сталь того действительно заслуживает абсолютно. Ну, скажу сразу, что консервные банки я ножами не открываю, никакими стальями, включая эту, разумеется, М390. У меня есть чем открывать консервные банки. В эти игрушки я не играю и вам не советую. Так вот, у длины клинка в 95 мм, достаточно ли она? По моему глубокому убеждению, не только по моему, размер клинка в 95 мм, обеспечивает потребности пользователя ножа, будь то на охоте, будь то в условиях выживания, бушкрафта, бушкрафтинга, ну, процентов на 95. А если быть более консервативным, то на 90. Это более чем достаточно. Ну, мне могут возразить, что, в общем-то, сталь для выживания должна позволять затачивать её на коленке. Ну, это условно для на коленке, то есть, где-то о камушек, о пиалу, о днище чашки и так далее, так далее. Ну, с одной стороны так, а с другой стороны, как бы не совсем так. Я позволю с этим подтверждением не согласиться и высказать свою точку зрения, с вашего позволения, на этот вопрос. Дело в том, что в условиях современной цивилизации безусловно, можете попасть в такие условия выживания, но я не думаю, что это затянется на слишком большой срок. Ну, как хотите, меня в этом трудно переубедить. А на тот срок, относительно небольшой, когда вам придётся действительно пользоваться вот таким вот ножом, благо он у вас будет, окажется при вас, вам за точки этого ножа хватит с избытком и за глаза. Иметь какой-то алмазный брусочек с собой небольшой, мусатик керамический. Да, я понимаю, полноценной заточки не будет, но подправить немножко где-то. В общем, выйти из положения можно. Конечно, безусловно, качественно заточить у вас в таких условиях не получится. Ну, это совершенно очевидно, здесь не хотелось бы спорить. Давайте мы взвесим его. Ну, я могу сказать сразу, что нож весь заявлен. Значит, вес у него порядка 180 грамм. Мой чуть-чуть. Потяжелее. Где-то грамма на полтора. Вот, видите, 181,5 грамм, точно, помню. Очень приятный вес и сразу ножна. 56 грамм. Лёгенький совсем. Совсем лёгенький ножна. Давайте я ещё продемонстрирую заточку. Посмотрим, как он заточен. Меня заточка очень впечатлила. Как угодно он режет. Кончиком. Прекрасная заточка. После того, как я поработал немножко, никакой деградации режущей камочки не заметил. Всё осталось как есть. Ещё пару слов о сведении. Сведён порядка 0,6-0,7. И к кончику где-то на 0,1-0,15 сведение увеличивается. Честно говоря, по сведению он мне очень напоминает ножи Хиндерер. Они примерно в том же ключе заточены с тем же сведением. Очень напоминает. Вообще, компания позиционирует его как нож для бушкрафта. Небольшой компактный нож для бушкрафта. Пожалуй, не могу с этим не согласиться. Очень прочный. Очень надёжный. Наверное, если бы надо было выбирать какой нож взять с собой при таких предполагаемых условиях, наверное, на нём бы и остановился. Единственное, для чего этот нож как бы не очень удобен, это для рубки. только в силу, так сказать, его клинка не очень длинного. А так, для всего остального вполне достаточно этих 95 мм. Более чем. Ну, что хотелось бы сказать заключение. Я этим ножом очень доволен. Очень доволен. Во-первых, это моё первое знакомство с этой компанией Line Steel. Я совершенно не разочарован. Ну, был начитан, безусловно, перед этим. Как бы всё смотрел, изучал. Компания более чем достойная. Судя по этому экземпляру, ножи у них действительно выходят прецизионного качества. Нож очень удобен. Очень комфортен. Размер этого клинка абсолютно достаточно, как я уже сказал, до 90% задач. Это консервативно, а так, процентов на 95 вы выполните любую задачу с длиной клинка в 95 мм. Вообще, есть такая как бы поговорка, чем опытный охотник, тем короче у него клинок охотничьего. Ножа его. Ну, это так, к слову. Интересно, что вот здесь вот угол между плоскостью обуха и плоскостью река составляет практически 90 градусов. Это позволит очень неплохо высекать искры из огнива при необходимости. Это тоже важно. Ну, хотелось бы сказать, что нож по-своему красив. Никаких изысков, никаких вычурностей. И в то же время я считаю, что этот нож очень красивый. Вообще, мне он очень нравится. Его дизайн, его исполнение, комфортность его использования. Вот так это все смотрится в ножнах. Давайте посмотрим поближе. Ну, чем не красавица? Супер! Ну, я очень доволен. Еще одна вещь. Нож очень имеет конкурентно способную цену. Если сравнивать с ножами, например, от Барк Ривер, при тех же тактико-технических характеристиках, этот нож более чем конкурентно способен. Это тоже немаловажно. Если у вас есть какие-то вопросы по ножу, по покупке, пожалуйста, задавайте. Отвечу на них с удовольствием. И надеюсь, что на сей раз технических проблем у меня не возникнет. И я смогу это видео выложить. И вы сможете его посмотреть. Очень на это надеюсь. И в заключение хотел бы анонсировать тему своего следующего видео. Меня мои зрители просили найти опасные бритвы моего отца. Я приложил максимум усилий для этого. Было нелегко, но я нашел. Перерыл все, что можно. Я нашел эти бритвы. Хоть небольшая, но коллекция. Довоенные германские опасные бритвы. И следующая передача. Надеюсь, что я выйду с ней буквально через несколько дней. Мы, впрочем, посмотрим, как жизнь позволит. Мы с вами увидимся и услышимся. Всем всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok